здравствуйте всем по поводу хочу рассказать по поводу по папоротника давалия покупала его около двух лет назад в магазине по оценке и увидел был маленький горшок подвесной корни свисали вокруг горшка я долго смотрел видео не мог решиться на какую его часть посадить горшок лучше подобрать так как у меня многие горшки я люблю керамические как бы я уже прилопчился поливу керамики как бы керамика если бывает нет времени и полить она как бы содержит влагу держит посадил его в субстракт мешанный субстракт с листьями сам делал немного торфа универсальная земля у меня была добавил керамзит керамзит как держит немного влагу влагу держит и отдает папоротник любит влажное содержание хочу сказать одно о том что в интернете много информации о том что папоротнику нужно чересчур яркое освещение и как бы не солнечные лучи я рассеянный стоял у меня папоротник у меня на террасе находится стеллаж такой ступенчатый стоял на самом низу получается и туда получается только попадал свет такой можно сказать рассеянный такой темный можно сказать не яркое темное место на одном канале не буду рекламу делать женщина очень хорошо тоже рассказывает за папоротник и пересаживает его в нее как бы из ее опыта создал свой опыт и получилось как бы такое вот как бы чудо которая есть на данный момент еще раз повторюсь был он маленький папоротник в том году у меня получается сбросил многие листья так как у меня он стоял вблизи них батарея как бы такой сухой воздух был паворотник не любит сухости сбросил листовую массу но потом я думаю боже уже все пропадет ну в итоге короче он весной начинает отращивать вот с этих зайчих лапок лапок как говорят и начинает расти полностью он подходит ему этот климат вот так же само вот вылазит он наверх красиво потом облепливает этот горшок будет облепливать внизу у меня стоит такой вот с поддоном поддончик стоит в этот поддон я стараюсь как бы вот полил папоротник через два-три дня я сюда наливаю воду и получается керамика керамический горшок берет влажность берет влажность втягивает постепенно и как бы есть влажная среда на данный момент температура на улице опускалась до плюс 2 плюс 3 я живу в германии центральной опускалась и получается что многие как бы в интернете рассказывать о том что папоротник этот данный сорт папоротника давали любит именно такой температура не должна опускаться до 10 градусов 10 там 15 и но от меня он простоял и на данный момент прекрасного себя чувствует такая вот масса нарастилась ну и еще хочу сказать не пугайтесь заводить этот папоротник на многие как бы форма говорится о том что как бы этот папоротник немного прихотливый и все такое вот этот папоротник очень хорошо хорошо весной отра отращивает листовую массу вот он ведь как начинает куститься растут эти корни но это конечно обалденный такой папоротник поверх я еще раз повторюсь я укладываю керамзит вот на папоротники мне это как бы нравится керамзит накапливает при поливе накапливает воду и потом отдает эту воду папоротнику папоротник и так же самое многим растениям другим обрабатывал я его как и раньше говорил в предыдущих видео обрабатывал я его препаратами от вредителей летом обрабатывал а как для роз розы вместе так же самое обрабатывал и папоротник я не знаю я его и я их не поправляю и не даю им как бы как мне хочется чтоб они росли если они хотят залезть внутрь землю они залезут потом боковые боковые выпустят наружу и пойдут облепливать горшок еще раз по поводу удобрения удобрения у меня очень мало видел я при посадке я добавлял гранулированное удобрение долгого спектра действия и на зиму я вот так же самое уже не буду меня уже прошло получается перед посадкой где-то уже наверное месяцев 45 прошло но я не буду на зиму добавлять никаких удобрений как бы такое за создам ему немножко покоя поставлю его на самую нижнюю полку моего стеллажа для того чтобы как бы там есть немного ламп лампа такая не сильно яркая но есть лампа и буду держать том условиях такого светового дня которые на данный момент у меня есть так как из-за нехватки мест лучше думаю поставить его в нижнюю полку потом обратно весной его вынесу на на улицу так же самое папорник давали хорошо растет моей мамы на украине на балконе стоит он на самой получается под стенкой на балконе внизу как бы получается дневного света нет ну просто свет на данный свет есть но солнце арсейного солнца ну чтоб солнце от как бы получается утренние вечерние там нет такого тоже и в тоже он себя прекрасно чувствует опрыскивать я его не опрыскиваю говорю сразу он меня питается из поддона влага вот еще даже грязный после после лета потому что поливал идет вода мне сходит ну очень легкий заводите папоротник я бы из многих папоротников мне он тоже очень очень нравится это лени рог так же само очень хороший папоротник на данный момент давали вам хотел показать заячьи лапки как еще на него говорят конечно обалденный папоротник вот покажу легкий в уходе не обязательно прям создавать ему такие как говорится там теплые условия тип в теплых условиях теплых условиях да он начинает сбрасывать листовую массу но вы не пугайтесь о том что он стоит лысый надо перетерпеть до весны и обратно весной пойдут на раз наращивали эти вая и будет обратно шикарный куст быстро обрастает есть такие как бы вот желтеющие листья это ничего страшного как бы всему свое время старает стареет и природа наращивать новые но центр такое тоже центре облепил у меня получилось как бы этого горшка было ему мало он такой был по высоте небольшой горшок но высокий он рос мазине производителя я его посадил и у меня получился как вот такой как бы приподнятым виде и думаю пойдет не пойдет он в рост но в итоге ему это очень понравилось она получилась на возвышенности а потом он начал постепенно опускаться заполнять это пространство ложится своим ложится на керамзит вот и один такой нюанс очень хороший очень хороший для папоротников вот я обратил внимание когда есть поддоны эти поддоны вы наполняете воду прекрасно папоротник я не знаю как по поводу пересыхания не пересыхания легче полить в поддон воду налить и керамика наберет влажность влажность на и со временем будет отдавать эту влагу папоротнику папоротник папоротник или другому растению плюс так же сам идет аэрация воздуха как бы корни дышат как бы естественную среду как вы знаете в природе папоротник растет на перегноях листьев веток вот можно самому создать такое как бы грунт секатором измельчить маленькие веточки сухие даже не сухие можно разные и не бояться то что придется какая-то бактерия за счет этих бактерий он как бы будет питаться как бы для него еда такого рода ну вот на этом и все задавайте вопрос расскажу кого что интересует и так же само дальнейшем будем знакомиться с другими моими цветами которые в коллекции очень много и вот еще так же само жду тоже посылку с орхидеями от швертера ну и буду показывать и посылку вам распаковку вкратце и показывать всем удачи хорошего дня и хорошего настроения до новых встреч